Для многих пространственная обработка является чем-то сложным и запутанным. Первая причина – слабое понимание психоакустики, а вторая – огромное количество плагинов реверберации. Непонятно, что и как выбирать. Постепенно разберемся и с тем, и с другим. Я придумал простую схему. Мне помогает, поможет и вам. Схема основана на наших потребностях, что именно нам нужно от реверберации и от пространственной обработки в целом. Итак, от любой пространственной обработки нам нужны всего три вещи. Первая – добавить стерео. То есть превратить моно в стерео. Не раздвоить, не испортить, не поместить в какое-то пространство, а просто было моно, стало стерео. Без каких-либо явных изменений в звуке. Вторая задача – изобразить помещение. Произвольные размеры, материал, стен – все не важно. Главное, чтобы мы услышали реальное помещение. И третья задача – добавить хвост. Просто хвост, просто удлинить звук и больше ни о чем не думать. Каждую из этих задач можно поделить на две окраски – светлую и темную. Все это просто для удобства, конечно. Определить, какой плагин светлый, какой темный, очень просто. Чистые верхние частоты получаются далеко не у всех. Поэтому у кого хороший чистый верх, тот будет светлый. У кого он не получается, тот темный. Вот так мы приходим к выводу, что плохих плагинов не бывает. Бывает, что мы не умеем их готовить. Любой ревер по этой схеме может быстро занять подобающее ему место. Начнем с «Добавить стерео». Всегда нужно помнить, что любой добавляемый в микс плагин как бы добавляет еще одну дорожку и, соответственно, прибавляет к миксу определенный набор частот. И эти частоты либо усилят то, что нам не нужно, бубнение, например, или добавят то, чего не хватает – объема, низа, верха, в общем, чего-то нужного. Итак, нам из моно нужно сделать стерео. Для стерео достаточно, чтобы правый канал чем-то отличался от левого. И это все. Вносить разницу умеет огромное количество плагинов. Ревербераторы, дилеи, фазеры, хорусы, пидшифтеры и так далее. Включите воображение и найдите какие-нибудь интересные приборы. Простые или с бонусами. Бонусом, например, может быть сатурация, или плавающая высота, плавающая фаза, или еще какая-то хитрая модуляция. Вот пара примеров стерео, которые я использую очень часто. Эвентайд считается хорусом, вроде бы. С верхними частотами у него не очень, поэтому он будет темный. Имитатор EMT-250 в режиме фазера. Он тоже как бы сильно винтажный, поэтому темный. Задача у нас не изобразить помещение, а добавить стерео. Никакой комнаты не должно быть слышно. И эффект не должен быть слишком явным. Достаточно совсем немного. Смысл в том, что добавленный эффект нужно замечать только если его выключить. Alexicon 480. Древний винтажный зернистый ревер. В высокие частоты он совсем не умеет, поэтому тоже будет темный. Для наших целей нужен очень короткий ревер, меньше чем 200 миллисекунд. Впрочем, как нетрудно догадаться, подходит вообще любой ревер с ранними отражениями любого качества. Выбор огромный. Вот пример дилея с бонусами. Субтитры сделал DimaTorzok Вот, например, распространенный дилей эхо бой. Просто дилей. Быстро настраивать. Очень удобно. А вот хорошие верхние частоты. Светлое стерео. 8 дилеев и 8 питшифтеров в одном плагине Octavox. Хороший ревера тоже умеет делать светлое стерео. Например, B2. Субтитры сделал DimaTorzok. Вторая задача, она же самая спорная, имитировать помещение. Спорная она потому, что в основном именно тут сосредоточены споры. Какой ревер лучше, какой хуже. Я как бы быстренько задам вопрос, который многих успокоит. А когда вы были в последний раз в БЗК? Это большой зал консерватории в Москве. Ну, или в концертном зале имени Чайковского. Вообще-то это всемирно признанные шедевры акустической архитектуры. Вот там и нужно сравнивать звучание реверов. Все остальное это вообще мелочи. Имитация ванной комнаты, жилой комнаты, ну, немного похожа и ладно. Музыкальный клуб? Ну, хорошо, берите пресеты, не парьтесь. К БЗК это никаким боком все равно не приблизится, не о чем волноваться. Если есть какая-то редкая задача, имитация паркинга или интерьера автомобиля, для этого есть импульсные ревера, альтверб и куча других. Но эта задача ближе к кино, чем к музыке. Нам для дела нужно знать одну вещь. Чем винтажнее ревер, чем как бы хуже, тем лучше у него получаются маленькие помещения, комнаты. Наверное, потому что отражение обсчитывается немного, звук прозрачный, много места для всяких мелочей. Например, это Lexicon 224, 480, ну и тому подобное. Чем ревер современнее и тяжелее для процессора, тем выше качество верхних частот, и тем лучше получаются у него большие помещения. Ну, например, Acon Digital, Fab Reaver, B2, куча других алгоритмиков. Теперь про длинный хвост. Когда нужен хвост, помещение нам не нужно. Вообще ничего не нужно, кроме хвоста. Я знаю пару-тройку таких приборов. Очень популярные и модные хвосты умеет Валхалла Шиммер. Необычные и творческие хвосты делает Black Hole. Продолжение следует... Есть бесплатный дилей Валхалла Супермассив. Он тоже может разнообразные творческие хвосты. Валхалла Шиммер Высококачественные хвосты можно получить в B2. Или Акон Дигитал. Валхалла Шиммер Наверняка многие другие ревербераторы тоже умеют делать чистый высокочастотный или необычный какой-нибудь хвост. Найдете сами. У хвостов есть два назначения. Одно явное – это удлинить звук, заполнить паузы. И одно неявное – создать дальний план. Про создание планов будет дальше, а пока разбирайтесь со своими плагинами.